МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выкрыли время. Представляю, какой цейтнот. Ну, и я не могу не начать нашу беседу с поздравлений. Я вас искренне поздравляю с присуждением Государственной премии Республики Тарстана Ментукая. Насколько я понимаю, это была очень объемная во всех смыслах работа. Это пространственный комплекс в Булгаре. Ну, и дай бог, чтобы он развивался, чтобы он привлекал и ученых, и посетителей. Ну, вот, а после этой оптимистической, приятной ноты давайте поговорим немножко о неприятном. Я думаю, что и наши телезрители знают, конечно, и Рамин Райлович во всяком случае знает, какая, даже не знаю, как это назвать, буря, что ли. Ну, волна, скажем так, поднялась в местных СМИ на сообщении о том, что в Казанском федеральном университете якобы закрылась кафедра татароведения, и татароведение теперь вообще канет неизвестно куда, в лету. Прямой вопрос. Закрыли? Почему закрыли? Как пришли к этому решению? Что теперь будет? Я могу ответить действительно и коротко, и могу и развернуто. Естественно, закрытия нет и не состоялось, и этого не будет. Речь шла совершенно о другой инициативе. Речь идет о расширении наших возможностей и объединении, укропнении наших кафедр. Дело в том, что стоят перед университетом и институтом задачи по продвижению и в предметных рейтингах, и поэтому максимально в этих целях мы концентрируем научные исследования и образовательные программы в рамках вот таких емких крупных кафедр. Дело в том, что татароведение мы закрыть не можем, и не позволим себе ни в коей мере мы с вами в Казани. Мы и учимся, и работаем, и естественно, и живем. И республика у нас национальная, и какое бы гордое название носил Казанский федеральный университет, вот тем паче вопросы национальной культуры, истории, они находятся действительно в центре, в эпицентре научных интересов. Кто, как не мы, причем я всегда подчеркивал, и сейчас хотел бы тоже отметить, в отличие от моих коллег, я не разделяю гуманитарную науку на вузовскую, академическую или отраслевую. На самом деле научное сообщество гуманитарьев достаточно небольшое, все мы друг друга знаем, так или иначе участвуем в работе. Академический ученый преподает у нас на кафедрах, наши сотрудники, и мы в том числе работаем в академических программах. Поэтому даже предположить о том, что мог бы быть поднят вопрос о закрытии профильной, наиболее значимой, энергичной работающей кафедры, ну, наверное, это было, я думаю, не случайно на самом-то деле, и, может быть, вы правы, отчасти это было связано с предстоящими событиями по награждению премии. По крайней мере, мои коллеги, мои партнеры по проекту именно так трактуют. Да, то есть это вот запущена волна накануне заседания комиссии, которая должна была определить список лауреатов. По крайней мере, одно из предположений таково. Ну, это тогда уж совсем грубая работа. Ну, мне кажется, Рафаэль Сибаевич в данной ситуации мог бы просто снять трубку, позвонить Рамилю Равиловичу, с которым он работал долгие годы, позвонить, как он говорит, своему близкому товарищу и коллеге, и тогда была бы информация из первых ростов. Ну, конечно. Эта публикация, конечно, произвела достаточно странное впечатление. Если говорить о моем личном впечатлении, меня не очень приятно или неприятно поразила резкость оценок. И, в общем, то, что не свойственно Рафаэлю Сибаевичу Хакимову, экстраполяция какого-то одного тезиса, он его берет и разворачивает на весь университет, и у них того нет, и пятого нет, и десятого нет, и они ничего не добьются, и менеджменты... В общем, все мгновенно стало плохо. Но я... Вы сослались на публикацию, мы знаем, где она была, и там же было достаточно много комментариев. Я хочу вам протранслировать один вопрос, он обывательский, но у нас телезрители очень широкая аудитория, и не все ученые, да, есть просто люди, которые интересуются, которые неравнодушны к этому относятся. Вот само понятие татароведения – это научная дисциплина. У нас есть, допустим, где-то, ну, кафедры, скажем, англоведения, или башкироведения, или русковедения. Как понимать татароведение? Что это? Дело в том, что во всех образовательных учреждениях национальных республик, конечно, существуют особые подразделения, в том числе и в академических структурах, и в узловской структуре, связанные с региональной историей. Но наш подход несколько иной. Мы считаем, что мы не можем рассматривать историю татарского народа, ее культуру, лишь в рамках национальной республики. Поэтому мы рассматриваем значительно шире, и не только в Поволжье, а роль и место татарской культуры, татар, истории татарского народа, его предков в масштабах уже общемировой цивилизации. И это оправдано. Дело в том, что и русский народ, и финно-угры, и предки татарского народа, и тюрки, так или иначе, участвовали в формировании огромного этноса. И то, что мы называем сейчас Россией, это вот действительно складывалось на протяжении долгих веков, и поэтому замыкаться в национальных квартирках, изучать историю татар в рамках республики Тарстан, для нас неприемлемо. Ну, понятно. Поэтому ведутся исследования достаточно широко, и татароведением, как междисциплинарной наукой, занимаются естественные академические институты, это и язык, это филология в чистом виде, проявление татароведения, это история культуры, это театр, это история в самых различных промежутках времени. Но это очень интересно. У вас есть коллеги за пределами Татарстана, которые занимаются этой же тематикой? Мы совместно и с Академическими институтами, и с Институтом Рафаэль Семеновича Хакимова, так или иначе, вокруг себя всегда объединяем исследователей, связанных с национальной проблематикой. Поэтому и основные мероприятия мы проводим сообща. И многие коллеги, которые приезжают на конференции в Академический институт, на следующий же день встречаются со своими коллегами, читают лекции. Вот буквально недавно состоялась очередная международная тюркологическая конференция, на которой приезжали известные ученые, представители как татарской диаспоры, Юлай Шамиль Аглу, например, из Америки, и вместе с тем другие исследователи целого ряда стран. И отработав в университете, состоялись встречи, круглые столы, на следующий день они принимают участие уже в академической конференции. Юлай Шамиль Аглу, кстати, достаточно критично тоже высказался, он тоже воспринял эту информацию, принял ее за чистую монету. На самом деле, если позволите, Юрий Прокопьевич, открыто заявлю, вопрос о закрытии кафедры, как таковой, никем не ставился. Хорошо, но вы сказали, что произошло некоторое укропнение, если говорить об организационной стороне дела. Лейбл важен. Хорошо. Название важно. Как теперь называется та кафедра, в рамках которой такая дисциплина, как патроведение, будет продолжена? Я объясню. Предложения кафедры, они заслушивались у нас в институте, есть решение ученого совета, но должно быть вынесено решение Большого ученого совета, Казанского федерального университета, который согласует уже, собственно, происходящее изменение с нового учебного года, то есть 1 сентября 2016 года. На сегодняшний день приказа нет, и мы ждем проведения ученого совета. Название кафедры объединенной – это кафедра археологии, этнологии и татроведения. То есть мы объединяем все усилия, потому что как разрывать археологические исследования от общей истории татарского народа, как выделить, вычленить этнографию татарского народа. Все это входит в общее емкое понятие татроведения, поэтому вполне не просто возможно, но и целесообразно объединение научных направлений в рамках единой кафедры. Причем так сложилось, что в руководстве кафедры находятся два директора академических институтов. Это, прежде всего, Искандр Аяшки-Элязов. Он ныне является, естественно, заведующим кафедрой, нашим профессором, но вот ему доверено директорствовать и в институте татарской энциклопедии и региональной истории. И, кроме того, заведующий кафедрой археологии нынешней, Айрад Габич Сидиков, он же является директором института археологии. Видите, как все переплетено? Более или менее непонятно. То есть, во-первых, сохраняется название татаро-ведения в названии кафедры, но немножечко оно добавляется. На первый план выходит история археологии. Кстати, мы вот начали с присуждения премии Ментукая, с создания этого пространственного комплекса в Булгарии. Ну, не в рамках мини-монографии, но чуть подробнее можно рассказать, что это такое. Применительно вот к предмету нашей беседы, к татаро-ведению. Насколько я понимаю, ведь кто занимался этими исследованиями? Ученые, скорее всего, и той же кафедры. Совершенно верно. И работу возглавляли и Радгабет Юрьевич Сидиков. Он один из создателей научной концепции. Естественно, в разработке участвовали мы все. И историки, и этнологи, и этнографы, и специалисты в области культуры, и коведы. И поэтому научная концепция этого музея, она, собственно, и признана новаторской. Она впервые вобрала в себя все достижения современной исторической науки. И она строилась действительно на комплексе дисциплин. Это, прежде всего, археология, потому что очень древний период рассматриваем. Начиная с письменного периода, мы подключили наших коллег из Института языка и литературы, коллег из Института истории. Это крупный совместный проект. А там какая письменность была? Дело в том, что самые различные... Это кипчакское что-то? Есть рунические, есть самые различные системы, и угурское письмо. Но так или иначе, все этапы письменности... Но не арабская вязь. Арабская, она появляется уже на следующем этапе. В связи с принятием уже не только идеологии, и самого ислама, но и элементов культуры. То есть, вот смотрите, все-таки письменность тюркская или татарская, она применительно к нашей территории, к Волжской Булгарии, назовем это так, она имеет более что ли древние, более глубокие корни. То есть, нельзя сказать, что принесли арабскую вязь сюда, и с этого началась письменность. Совершенно верно. Столько времени, сколько существует сам народ, даже изменяясь в веках, вливаясь в себя новые этносы. Но всегда остается культура, ее духовная составляющая. И культура, она формируется как в письменных источниках, так, собственно, и в верованиях, и в мифах. Но, тем не менее, все это откладывается от печаток, и она проходит разные этапы. Она может быть на разных шрифтах, на разных графиках, на разных, отчасти даже, меняющемся языке. Но через эти источники можно действительно заглубь веков и выйти на, собственно, наше ядро, на наши ценности общие. О языке и письменности мы сейчас немножечко отдельно с вами поговорим. Но прежде завершающий вопрос по поводу этого комплекса. Вот это что? Это некое научное учреждение? Это нечто ориентированное на привлечение туристов? Как это выглядит и целеполагание? Какие создания этого комплекса в Болгарии? Болгарской цивилизации. Он входит в состав Болгарского музея-заповедника. Это структурное подразделение и рассчитано действительно на привлечение внимания как посещающих болгар-туристов, так и, собственно, это крупный комплекс, по большому счету, он и образовательный. Есть и соответствующие фонда-хранилища, и там ведется исследовательская работа. Это на сегодняшний день один из лучших музеев России, посвященный тюркской истории, посвященный истории татар. И я говорю не только как один из разработчиков и исполнителей этой программы. Я действительно проводил и не одно мероприятие уже, собственно, в этом музее с привлечением наших коллег в Болгарах. И представители научного сообщества, культурного сообщества, музейщики дали очень высокую оценку качеству позиционируемого вот этого пространства. Речь идет ведь не только о экспозиционной части, речь идет о том, что вокруг этого музея формируется целый ряд других комплексов. Музей татарской письменности, тюркской письменности. И этот музей объединяет вокруг себя все, что связано с историей народа. Один из упреков, который прозвучал в прессе, вот в публикациях, связанных с якобы закрытием кафедры татароведения, заключается в следующем. Руководство института в вашем лице, в лице ваших единомышленников, возможно, руководство университета. Но сейчас я понимаю, что окончательного решения на уровне университета еще не принято. Мы ждем заседание ученого совета. Так вот, мотив, мол, был такой, что под татароведение невозможно получить денег из федерального бюджета. А вот сейчас мы сделаем так. То есть некоторые люди усмотрели здесь вот эту деталь такую, чтобы подстроиться под какие-то федеральные гранты, под субсидии и так далее. Нет, ну что вы. Я понимаю, что финансовая составляющая очень важна для научных исследований. И грантовая поддержка необходима. И мы максимально как в академическом институте, так и в нашем институте в составе федерального университета пытаемся и участвуем в подавляющем большинстве республиканских федеральных программ и грантах. Поэтому грантами мы не обделены. И, слава Аллаху, мы участвуем совместно с нашими коллегами и в комплексном проекте возрождения памятников и Болгара и Свияжска. И отчасти финансирование поступает и от Республиканского фонда возрождения на реализацию тех или иных программ. Прежде всего, это связано с археологическими исследованиями. Но, поймите, речь идет не о какой-то разделе денег между нашими академическими коллегами. Ведь они тоже два крыла. На самом деле существует самостоятельный институт истории и институт археологии, куда, надо честно признать, в последние годы сместился уже интерес. И финансовые потоки. И значительно большее количество результатов. И он развивается динамично. И речь не идет о сокращении институт археологии. Наоборот, мы можем констатировать, что ежегодно огромное количество людей, более 800 человек, участвует только в раскопках в эти летние периоды. И, естественно, наверное, Рафаэль Сибаевичу об этом говорить нет смысла, потому что подавляющее большинство республиканских программ, они так или иначе передаются под реализацию самому институту. Потому что он участвует и в программе о языках, о подготовке к столетию, ну и так далее, и так далее. Значительное количество республиканских программ. Вы имеете в виду института Мимарджани сейчас? Да, конечно. Поэтому всего лишь речь должна идти о взаимодействии и, наверное, все-таки о каких-то межличностных отношениях. Межличностных отношений, нормальных. Одно маленькое уточнение, и мы переходим к вопросу, который тоже достаточно большое количество людей беспокоит. Я имею в виду преподавание татарского языка, и проблемы с этим связаны. Но уточнение заключается в следующем, то, что я прошу вас сделать. Вот комплекс Булгария, о котором мы говорили, вы рассказали, он ведь потребует тоже существенных затрат. Есть сметы, понятные уже источники финансирования и какие-то горизонты финансирования. Не получится так, что вот мы его запустили, создатели получили государственную премию имени Гадулы Тукая, научная общественность одобрила, а через какое-то время, через год или через два, это просто все будет законсервировано. Нет, ну что вы, да. Дело в том, что... Нужны же хорошие деньги для поддержания. Музей и заповедника, а это подведомственное учреждение Министерства культуры Республики Татарстан, поэтому есть бюджетное финансирование на поддержку содержания. То есть по линии Минкульта. Совершенно верно, по линии Минкульта. И поток туристов, который неизбежно и неуклонно возрастает, это тоже серьезные деньги. Я здесь говорю тоже как практик, в свою бытность директора Музея и заповедника Казанский Кремль. Мы также сумели добиться резкого увеличения посещаемости Казанского Кремля. Но это добивается... И вышли в плюс? Да, конечно. И это было... Те средства, которые мы получали в результате работы с эскурсионными фирмами, они позволяли нам достаточно неплохо содержать и не только тот коллектив, который реализовал эту программу, но и поощрять наших сотрудников на развитие новых проектов и программ. Спасибо за уточнение. Ну, теперь завершающая часть нашей сегодняшней беседы. Я заранее прошу изменить меня телезрителей, если они решат, что я не совсем падаю. Сюда и вопрос, что есть институт, который непосредственно занимается, я имею в виду в рамках университета, языковой подготовкой. Но институт востоковедения тоже прямо к этому относится. И мне даже интересно, ваша точка зрения, вот как человек, не только как ученого. Много ведь нареканий, да? Вот сколько лет, уже 20 лет мы в республике внедряем, распространяем, увеличивается количество часов в школах, в детсадах. У меня у приятелей два карапуза, внучки уже, они лопочут только так. То есть, там вот усваивается хорошо, спокойно разговаривает. Но в то же время и многие родители, и сами школьники, и вот что-то не то, вот что-то не то. Раздаются, я, например, неоднократно это уже слышал, такие голоса, причем от ребят, от татар, от самих молодых. Что, ну, зачем нам, вот, ну, там, пичкают нас, там, вот, какими-то грамматическими конструкциями, вот как это строить. Вот сделали бы, там, курсы, которые позволяли бы общаться, да? Вот разговорный такой татарский язык. А у нас тут литературный язык, у нас сложные грамматические конструкции, методики не совершены. Ну, в общем, понятно, да? Вы прекрасно знаете наоборот. Вот как с вашей точки зрения, в чем здесь проблема? Вот, может быть, нам вернуться туда, к той письменности, к кипчакской, да и про язык, как говорится, актуализировать? На самом деле, все достаточно просто. Речь идет о востребованности языка. Вот человек именно относится очень прагматично. Любой человек в любой части мира. И поэтому, когда перед ним стоит выбор, какие языки изучать, и что он считает приоритетными, конечно, он отдает преимущество иностранным языкам. Мы это чувствуем, и я могу сказать, по институту, мы и даем эти возможности. Вот в чем преимущество нашего института, потому что мы даем большое количество языков. Ну, восьмерно родные отношения. От европейских до восточных, причем достаточно большой объем. То есть каждый студент, поступивший в наш институт, это гарантированно два языка на выходе, и возможности для получения третьего, четвертого, пятого для этого существует... Гарантированно два языка, а два иностранных имеется в виду? Да, два иностранных. То есть, например, английский, немецкий, но при этом... Я должен сказать, что, несмотря на наш разношерстный контингент, студенты поступают от Калининграда до Якутии, причем почти тысячи человек в год. Из них подавляющее большинство не жители Татарстана, а в основном это и Башкортостан, Вятка, Поволжье и значительно шире в другие регионы. Субъекты России уходят. Интерес. Но я раскрою маленький секрет. Мы имеем специализированную группу, за судьбу которой все беспокоятся о том, что якобы мы закрываем. На самом деле, за последние несколько лет мы существенно нарастили количество групп и студентов, изучающих историю и культуру татарского народа, тюркских народов, народов Поволжье. Это специализированная группа, целевым набором, 30 человек. Мы находимся в тесном взаимодействии с Министерством образования Республики, с Конгрессом Татар. Идет отбор наших юношей и девушек по диаспорам. Представители Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана приезжают к нам в эту группу. И они ведут подготовку специализированную по татароведению. Речь идет о том, что они изучают не только арабский язык, естественно, не только историю и культуру, но и татарский язык. Слушайте, вы взращиваете новое поколение татарской элиты. Вы знаете, дело в том, что в свое время, когда мы вспоминаем замечательный советский период, когда все были молоды и счастливы, я поступил учиться в 1981 году. И моим руководителем являлся Меркосом Лахач Усманов. У нас была небольшая группа, у нас было 8 человек в 416 группе, которые занимались специализацией истории и культуры татарского народа. Нам преподавали арабский, персидский, и мы выезжали с Меркосом Лахачем в археографические экспедиции. И тогда я представить не мог, что этот ежегодный набор 8 человек со временем превратится в специализированный набор ребят, для которых есть все возможности на сегодняшний день. И поэтому, когда говорят, что ну как же так, закрылся тот факт. Да, я не принимал решение, естественно, его закрытие, и могу только сожалеть, но именно мы сохранили те подразделения, которые занимались историей. В то время я возглавлял институт истории, у нас был откровенный разговор с Искандером Язовичем о том, что необходимо все-таки сохранить историков не просто как класс, а как кафедру специализированную. И он перешел к нам, и ректор утвердил это решение. А филологии, вы знаете, отошли, и Крадив Рывкачу, и его институт. Вот, наверное, со временем будут какие-то новые конфигурации, но я вам хочу сказать, что на протяжении всего этого исторического периода и даже реформации в нашем федеральном университете изучение истории, культуры, языка татарского народа никогда не останавливалось. Причем речь идет даже значительно шире, это не только татарский язык, это в целом тюркские языки. И они на сегодняшний день получили развитие и поддержку в масштабах и института филологии, и в нашем институте, и целый ряд других подразделений. Университеты так или иначе включены в эти так называемые тюркские проекты. А вот вопрос чисто такой прагматический, да, я думаю, он тоже возник у части, по крайней мере, наших телезрителей. Эти ребята, специализированная группа 30 человек, о которых вы сейчас... Их уже более ста. Более ста уже на самом деле. Четыре курса, да. Четыре курса. А, ну да, да, понятно. 30 на курсе имеется. Да, да, да. Так вот, а они... У них что в дипломах будет написано? Вот они... Это бакалавриат, это бакалавриат из последующих... Вот специфика нашего образования, наших стандартов, к большому сожалению... Наших федеральных стандартов, я уточню, да. Дело в том, что абсолютно все равно, в какой институт поступает молодой человек. Самое главное, что будет лишь одна надпись. Казанский федеральный приволжский университет. А далее направление подготовки. А направление подготовки, татароведения, к большому сожалению, нет. Есть направление подготовки востоковедения и африканистика. Есть, например, магистр международные отношения. Есть направление зарубежное регионоведение, есть регионоведение России. Ну, вот у них что будет? Эти ребята будут по восстоковедению и африканистике. Суахили они знать не будут. Для этого нужно получать дополнительные компетенции. Дополнительное образование. Хорошо, у меня, наверное, завершающие вопросы. Я понимаю, что он, конечно, с моей точки зрения, не имеет, по крайней мере, лаконичного ответа. Но я не могу его не задать. Я абсолютно, как сейчас молодежь говорит, на 146% с вами согласен в том, что, конечно, определяется востребованность материала распространения. И мы должны признать, что английский, конечно, будет доминировать, поскольку за этим языком и открытие в любых сферах, и экономическое доминирование, и какое угодно. Когда-то был французский, да, почти на таком положении. Когда-то был немецкий, сейчас английский. Применительно к России, ну, конечно, русский доминирует. Это объективная данность, и что здесь говорить. Но и нельзя не понять ведь тех людей, которые беспокоятся о том, что татарский язык исчезнет, что он деградирует. И я даже тех могу понять, с моей точки зрения, немножко упертых людей, которые палкой хотят, чтобы я сразу и все изучили. Будем надеяться, что они тоже руководствуются лучшими побуждениями. Но как быть-то на самом деле? Решение достаточно простое. Я об этом говорил неоднократно, и в бытность работы в академическом институте, к большому сожалению, в то время, когда были серьезные возможности, это предложение не было реализовано. А на самом деле это достаточно простое. Нужно создавать при академической структуре собственный небольшой институт с бюджетными местами, с целевыми местами для того, чтобы готовить кадры для себя. Этот проект, например, реализован в Москве при Академии, в Российской Академии Наук. Существует, вот если вам будет любопытно, загляните на сайт, Государственный Академический Гуманитарный Университет. Да, я слышал, да. Возглавляет его президент Чубарьян, то есть он же и директор Института Всеобщей Истории. Вот, извините, свои кадры они готовят сами. Я в свое время предлагал и предыдущему руководству Академии Рафаэль Сибачеву, говорил, кто нам мешает создать небольшой институт с бюджетными местами и готовить на нашей базе специалистов. Как делать, например, Институт Востоковедения Российской Академии. У них есть Восточный институт, где студенты обучаются, проходят все эти экспедиции, стажировки. После этого поступают уже в магистратуру, затем в аспирантуру Института Востоковедения. И эти кадры, вот, они пестуют и готовят. Эти кадры, извините, пожалуйста, я вас перебил, да, но эти кадры, они что потом, будут учить детишек в школах? Они получают классическое гуманитарное образование, и вместе с тем они уже подготовлены для серьезной научной работы. А в наших условиях это было бы решением и проблемы подготовки национальных кадров. Потому что именно здесь мы могли бы сосредоточиться на обучении по собственным стандартам. Вы понимаете, да? Есть определенные возможности, которые позволяют изучать или преподавать предметы на татарском языке. И до поры до времени, и целый ряд курсов, и в Казанском университете, и в нашем институте, и, естественно, и у наших коллег, они преподаются на татарском языке. Никаких ограничений нет. Но, еще раз говорю, нужна востребованность, нужна подготовка специалистов. Мы сейчас говорим о подготовке профессионалов. Поэтому наш студент, он должен получить все возможности. А дальше идет уже выбор. Поэтому кем он хочет быть, в какие предметы изучать. Мы постепенно, постепенно с вами переходим к модели, когда именно студенты будут определять набор тех дисциплин. И вот я бы хотел... А-ля Сорбонна или любой там, да. А я бы хотел, и для меня было бы счастьем, если бы среди выбранных предметов всегда были и татарский язык, и история татарского народа. Я бы вот в связи с этим очень хотел, можно сказать бы, просто мечтаю, чтобы вот взяли в Казани, да, и что-то такое изобрели, типа спутника, да. Вот спутник вошел же во все словари мировой. Спутник. Не сателлит никак. И вот если за нами будет стоять что-то такое, да, что вот это татарский народ сделал, это татарские ученые, я думаю, интерес, вот он автоматически подпрыгнет на порядок, да, к языку. И язык получит новый толчок для развития, даже вот чисто технически, с точки зрения расширения лексического объема. Ну, спасибо вам огромное за беседу и за, я считаю, достаточно откровенной, может быть, кому-то даже не понравится ваш ответ о том, что все решает востребованность языка. Но это научный факт или, как принято говорить, медицинский еще факт, да? Да, я хочу. Будем надеяться, что вот ваш институт и вот проект, который вы предлагаете сейчас, вот вы упомянули, что вы его уже предлагали, они будут реализованы и будут способствовать и подготовке специалистов, и вашей республики. Мы отвечаем за подготовку татар, татар-ученых, татар-исследователей, владеющих языком, владеющими знаниями на очень серьезном уровне, которые могли бы конкурировать на мировом научном сообществе своими знаниями. У нас с вами уникальная история. Мы видим, насколько она интересна, насколько она глубока. Это доказывают и академические труды, и исследования последних лет. И работа Республиканского фонда возрождения. Поэтому говорить о том, что есть какие-то изменения и опасения, я не вижу. Я, наоборот, вижу тех молодых людей с горящими глазами, которые приходят и занимаются именно историей родной земли, родного народа. Поэтому я не такой пессимист. И мне кажется, что в отличие от моего уважаемого коллеги Рафаэля Севгача, я, прежде чем высказываться вслух, я, наверное, действительно соберу более полную, достоверную информацию. А для меня было удивлением узнать новости от университета, от «Из-Из-Прессы». То, чего не было и то, что еще не может произойти. Еще раз вам большое спасибо, Ромир Равилович, успехов. И я думаю, что мы не последний раз с вами встречаемся здесь под телекамерами. Всего хорошего. Это была программа «Акцент». Я ее ведущий Юрий Алаев. До новых встреч.